Всем здорова! Сегодня я вам расскажу про самую легкую стритовую деку в мире. Pandemonium V2 в боксит-версии. Наконец-то мы дождались самую технологичную стритовую деку. Этик заморочились над ней, делали ее больше девяти лет, моделировали, проектировали и сделали что-то необыкновенно крутое. Это, как называют Этик, симбиоз деки Lindworm V4 и Этик Vulcan. Задача Этик заключалась в том, чтобы сделать максимально универсальную технологичную стритовую деку. Фишки от Lindworm V4 она получила в том, что она стала квадратной, у нее стоят пластины, как у Lindworm V4. Фишка от Vulcan V4 в том, что она легкая, и по ширине она получилась точно такая же, 5,5 дюйма, 14 сантиметров. Что делает эта дека уникальный? Это новый сплав 6082. Это первая дека из серии Этик, которая сделана из такого алюминия. Как заявляет производитель, этот сплав более прочный. Передняя часть деки, она осталась такой же. Это кованая шея, фрезерована где только можно, чтобы максимально облегчить вес. Угол наклона рулевого стакана здесь 83 градуса. Передние пластины, как я уже говорил, вставлены, как у деки Lindworm. Здесь сварные швы заполированы. Что делает эту деку еще более особенной? Это декенды из 7000 алюминия. Они очень износостойкие и прочные. Но это еще не все. Декенды сделаны такой сложной формы. Вам крупным планом подснимем. Тут вообще обалдеете. Верхняя часть палубы чуть срезана. Декенд заходит заподлицо внутрь. И когда ваша доска будет принимать боковые удары, у вас не будет верхняя часть уходить, как это было на деке Lindworm V4. На деке теперь установлена 8-мм ось из алюминия 7075. Под ключ Torx, который, кстати, идет в комплекте. Про ось Torx мы рассказываем вот в этом видео. Советую вам посмотреть и ознакомиться. Нижняя часть деки абсолютно плоская. Имеет две ярко выраженные рельсы. Посередине имеется большой вырез, что значительно уменьшает вес доски. А еще в доске имеется ребра жесткости, что избавляет ее от забананивания. В новой версии деки предустановлен вот такой вот фендер, но также в комплекте идет тормоз, который подходит под 110 и 120 колеса. Наконец-то у них получилось совмещать большой диаметр колес. На этом подгоны от этих не заканчиваются. В комплекте идет вот такая вот шкурка, мелкозернистая, вырезана прям идеально под ваш размер доски. Клеите и катаете. Но если вдруг вам не понравится эта стандартная шкурка, вы можете выбрать из нашего огромнейшего ассортимента любую шкурку и наклеить ее вот сюда. Кстати, вот здесь вот есть, крупным планом подснимем, такие грипп-сейверы. Это уже было на деках и Конокласт, Вулкан и так далее. Для чего это нужно? Вы можете идеально срезать шкурку, и когда вы будете кататься, шкурка не будет отклеиваться или отслаиваться от вашей деки. В доске присутствует конкеев. Для тех, кто не помнит, это специальное такое углубление, эффект лодочки. Для чего он нужен? Для того, чтобы доска была более контрольной. Вот здесь, кстати, на задней части деки написан максимальный момент затяжки. Если у вас, конечно, есть динамок-ключ, то пожалуйста. А так, это реально очень полезная штука. Как заявляет производитель, частая поломка происходит из-за того, что вы просто перетягиваете оси, и вся эта часть просто перенагружается и ломается. Дека доступна в двух цветах. Это вот такой вот полированный некрашенный и анодированный черный. Доступна она в трех размерах. Это 50 см, 54 и 58. Вес 50-й версии 1150 грамм, 54-й 1190, ну и 58-й 1250 грамм. КОНЕЦ! 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 а для самых внимательных кто досмотрел это видео до конца лёха оставил в закрепленном комментарии промокод на целых 10 процентов с которым ты можешь купить эту деку еще дешевле а также я хочу напомнить что нашем магазине проходит грандиозная распродажа на очень много запчастей если ты хочешь обновиться к сезону то сейчас самое время подписывайся на наши соц сети ставь лайк пиши комментарии обязательно нажимай на колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео а я тебе желаю хорошей недели всем пока